Ребятки, ну мы едем, едем, едем в далекие края. Мы едем в Саласпилский мемориал. Покажу вам, расскажу. Место очень такое значимое. Мы всегда, когда приезжаем, мы хоть на 5 минут, но заезжаем туда. Саласпилский мемориал. Это памятник или даже, скажем так, кладбище Второй мировой войны. Здесь шли дорогой смерти непокорные. Сколько недосказанных слов, сколько непрожитых лет оборвано пулей. За этими воротами стонет земля. Такая надпись на бетонной стене при входе в мемориал. Саласпилский мемориал создан на месте, где с 1941 до 1944 года находился концентрационный лагерь. Его строили сами узники. Как правило, это были евреи, которых депортировали из Германии, из Австрии, из Чехословакии. В 1967 году на этом месте был открыт один из самых больших в Европе комплексов памятников в память о жертвах нацизма. Кто не помнит историю, у того нет будущего. И это правда. В этом концлагере погибло более 56 тысяч человек. И не только взрослые. Здесь очень много было детей. Над детьми проводились различные эксперименты. Опыты ставились. Травили ядами. Брали кровь. Проводили всевозможные медицинские эксперименты. Мемориал образует бетонная стена длиной в 100 метров. То, что вы видели в начале. Она символизирует границу жизни и смерти. И семь больших бетонных скульптур, которые вы видите сейчас. Это скульптура «Мать». Несломленные, униженная, клятва, протест, родфронт и солидарность. Этот мемориал включен в канун культуры Латвии. Кстати, очень огромные. Вот там дети мои идут. Очень огромные. Вы видите скульптуры. И они без подставки какой-то. Вот это мать скульптура. Такое чувство, что, знаете, эти скульптуры вырастают из земли. Они просто специально сделаны такого огромного размера. Немножко даже, можно сказать, непропорциональные. Но это все сделано специально. Этот мемориал немноголюден. Но особенно вот в зимнее время. Но здесь всегда живые цветы и игрушки. В этом концлагере, я еще раз повторюсь, погибли не только взрослые, но и здесь было огромное количество деток. Когда Энсу первый раз там был, он плакал на взрыв. Особенно где вот монументы с игрушками, где были детские бараки. Для него это была очень тяжелая такая экскурсия. И сейчас, наверное, вы плохо слышите, но это набат. Он раздается над всей территорией. Так звучали сердца тех, кто боролся за нашу с вами свободу. По возможности, отведите, пожалуйста, в это место своих детей и внуков. Всем пока. Ставьте пальчики вверх. Спасибо, что вы были со мной. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok